Музыка Всем привет! Все последние утры у меня начинаются здесь на кухне. Сегодня у нас солнышко, несколько дней все дождь был, было пасмурно, сегодня солнышко, но холодно, холодно. Ближе к зиме уже. Так, сегодня, значит, у нас чего 23 сентября. Так, планы. Отдохнули мы три дня. Надо как-то в работу вклиниваться. Вот Эльгиз повесил сегодня вот эти вот ящики, два крайних, прикинул. Вот тем будет вытяжка под длинненьким ящиком. Вот сюда я поставила, просто прикинула, мультиварка будет стоять. Вечно она мне вон там мешалась. Прямо хотелось куда-то ее прибрать, а здесь она будет сама то стоять. Прямо тумбочка будто для нее сделана. Так, микроволновка повесится вот туда, в пространство. Ну, а вот эта часть между плитой и будущей посудомойкой будет свободным. Вот так будет. Эльгиз сегодня утром повесил вот эти ящики. Сейчас он уехал в город по делам бизнеса. А я позавтракала и начинаю, начинаю что-то делать. Во-первых, сейчас запущу сушилку для яблок. У меня остаток там яблок. Конечно, мне люди просят показать конкретно, как я делала повидло и варенье. Но у меня уже мало так осталось яблок. Что, у меня уже и не с чего делать, да и хватит вроде варенья. Уж на будущий год. Так, только словами сейчас буду делать яблоки, словами просто расскажу. Сейчас начала чистить яблочки я. Ой, чистить? Резать надо на сушку. Просто хотела показать, как сварить повидло. Нужно очистить яблочко и мелко порезать. Как мелко порезать? Вот просто сейчас одно яблоко покажу. Просто здесь у меня столько яблок, что как раз только высушить и всё. Не повидела? Вот так. Вот так вот порезать. Так. И в мультиварку. Сколько у вас входит туда? Ну, чтобы под самый это было. Под самый рубеж. Один к одному сахар. Всё, включаем. Положили, значит, сначала яблочки вот так порезанные. Потом засыпали сверху сахар. Разровняли. И включили на режим тушения. Поставили время на 2 часа. 2 часа оно протушится. Потом переходит в режим подогрева. И вот на подогреве подержать ещё 2 часа. То есть, включили и на 4 часа забыли. Приходите через 4 часа, открываете. И вуаля! У вас красивое ориентарное мармеладное варенье из яблок. Джем или повидло. Или как хотите, назовите. Но это наивкуснейшее. Вообще, это такое наслаждение. Из него очень хорошо готовить какие-то будут интересные вкусняшки зимой. Вот так. И всё. И больше ничего особенного там нет. А я режу, чтобы посушить яблочки. Еду готовить не надо. У нас всё есть. Всё есть. Поэтому буду только заниматься делами. Ну вот даже, чтобы порезать яблоки, вот у меня уйдёт больше часа. Всё это не так быстро. Кстати, яблоки сушёные очень вкусные. Ой, их просто как чипсы грызь. Обалдеть, какие вкусные. Удивительно, что они свежие, не такие вкусные, как высушенные. Хотя грызёшь вот так вот погрызи. Или высушено погрызи. Это две разные вещи. Не знаю почему. Всё, полностью я заправила сушилку. Нет, не полностью, 12 лотков. 13 осталось. Но яблоки я переработала все. Кроме тех, которые остались под деревом на дереве, сгрызанные птицами. А так ни одно яблочко не пропало. Всё ушло в дело. Пока солнышко светит, пойду я на улице немножко поработаю. Мне ещё кое-что поубирать надо. Уже не так важно, но всё равно его прибрать надо. Кабачки уже выдернуть надо. Хотя, кстати, у нас морозов ещё не было. На улице 12 градусов. Вчера вообще было градусов 5, наверное, всего. Сегодня более-менее. Но ветерок такой уже прохладный. Так, сейчас я хочу вот этот папоротник весь срезать. Хотя он такой красивый стоит. Пусть жёлтый, но красивый. Нет, пойду я всё-таки до конца дорежу флоксы. Вот эти вот все кусты сейчас срежу. А то я в прошлый раз у меня стрельнула спину, да, яблоком-то ещё подавилась. Всё, и так кустики эти стоят. Флоксы срезала. Кучку наложила. Кучку наложила. Тачку вывезу. Всё, слава богу. Бога молила, чтобы спина не дёрнула. Ну, ничего, справились. Кабачки тоже вырвала, выбросила. Четыре кабачка сняла. Там много мелких, но они уже тоже поедены все птицами. Или уродики загнулись, загнили. Так что всё убрала. Сейчас я всё-таки папоротник уберу. Ну, вот и всё. Папоротник убран. Вот он весь. Хожу сама над собой, хохочу. Кучечка наложена. Накладываю в кучку, и кучка наложена. Интересное выражение просто. Ну, несколько раз я спину разгибала, сгибала. Со временем, как у меня начала в этом году так спина болеть, я теперь понимаю, наклоняться надо медленно. Распрямляться надо медленно. А не так, как я, торопышка вечная. Бегом, бегом, бегом. Аккуратно, тихонько, и всё будет нормально. И не заболело ничего. А то я резко поднимаюсь, резко наклоняюсь, и всё. И прострелы плачу. Грыжевать надо ведь помнить, что он должна тихонько расправиться, медленно и медленно заправиться. Ну, всё у меня практически. Осталось только морковь и свекла, которую нужно. Я, наверное, её тоже, может, на этой неделе, может, на следующей неделе. Уже всю уберу и сделаю. Сделаю, ну, в заготовке на зиму. Свеклу и морковь уже всё пойдут в морозилку. Я молодец! Я хочу вам интересную особенность показать. Вот это шкафчик у нас. Гарнитур, который провисел 10 лет. Вот, посмотрите. У нас на ящиках, на верхних, ещё даже и плёнка не снята. Вот сейчас мы её снимем, и будет новый гарнитур. Вот так вот тут снимем, и всё будет новое. И мыть не надо. Классно мы придумали, да? Вот как. Красота! Вся грязь снимается вместе с плёнкой. Вот, вот как мы умеем жить. Давайте мы хоть вас поснимаем. Ручные кошки. Научил вас муж таскать на руках. А не просятся по очереди. Высоко сижу, да? Далеко гляжу. Ну, кого ещё снимать-то? Глаза-то какие страшные сделала. Снимаю тебя, да? Ой, какая страшная камера там. Да, поймай её. Поймай. А ты не убегаешь? Да? Ты живёшь. Ты живёшь тут. Что она лапки вот так скрестит? Голову ещё бывает свесит. И всё, и висит. Да? Скажи, и висю. Ходим мы сегодня друг за дружкой. Ничего нам не делается. Чё-то нам ничего не хочется. У нас бабье лето. Бабье лето. Да? Девки. Мы в дождь лучше работали. Как солнышко выглянуло. И чё-то ничего делать не хочется, да? А чё обязательно чё-то делать? Не обязательно. Да, если хочешь работать, ляг, поспи, и всё пройдёт, да? Да, если хочешь всё работать, поспи, и всё пройдёт. Так что, пойдём поспим? Поспим, поспим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!